Праздничные песни, зажигательные танцы, зимние загадки и море улыбок. На первый взгляд может показаться, что никакой связи с закрытием выставки творческих работ это яркое мероприятие не имеет. Однако именно так, дружно, позитивно и весело, воспитанники Брестской школы изобразительных искусств закрывают экспозицию своих работ. Не те ни сожаления, впереди еще множество новых творений и побед. А торжество по случаю окончания работы выставки совсем не обязательно должно быть с оттенком грусти. Тем более в этом году есть чем похвастаться. Объем представленных работ впечатляет. На выставке по списку 130 работ, там даже 132, но есть коллективные работы, в которых, вот как наша бумажная елка, такая ручной работы, в бумажной елке 70 изделий. Вот 70 изделий бумажных, они делают бумажную елку. Поэтому если вот еще к этим 130 хотя бы елку добавить, а каждую игрушку делал отдельный ребенок, то это уже получается, конечно, не 130. Момент, который точно запомнится ребятам – вручение дипломов и подарков авторам самых удивительных, ярких и живописных работ. В числе награжденных не только воспитанники школы искусств. В этом году выставка получилась не городской, а международной. Отмечены участники из страны-соседки Украины. Такой статус форума позволяет оценить уровень соперничества и накала страстей. Однако юные живописцы признаются, что сам факт участия в данной выставке – уже победа. Участвую в этой выставке впервые. Очень высокий уровень работ других детей. Красивые, красочные. Да, неожиданно. Я считаю, что все работы достойны того, чтобы выиграть. Но я не стремлюсь за победой. Просто мне нравится моя работа и тоже остальные. Все красиво. В этом году впервые за шесть лет своего функционирования экспозиция рождественских работ была доступна для просмотра на одной из главных выставочных площадок города. А это значит, что организаторам и участникам творческого форума покорилась новая высота. Но останавливаться на достигнутом не входит в их планы. Впереди, уверены подрастающие художники, еще немало новых вершин, которые они обязательно смогут покорить. Продолжение следует...